Меньше двух недель остается до празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Официальные праздничные мероприятия уже в самом разгаре. Стартовала акция «Георгиевская ленточка», конкурс школьных сочинений «Наследники Победы», продолжается реконструкция памятников и памятных сооружений. На это выделено почти 12 миллионов рублей. Что еще было в центре внимания на еженедельном совещании у главы Чувашии, смотрите в нашем репортаже. На совещании глава сообщил, что подписал два указа. Первый о кодексе этики и служебного поведения лиц, замещающей государственные должности, назначение на которое осуществляется главой Чувашии. Целью кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения лиц, замещающих государственные должности для достойного, добросовестного и эффективного исполнения ими своей профессиональной служебной деятельности, а также содействие и укрепление доверия общества к государственным органам и обеспечение единых норм поведения лиц, замещающих государственные должности. Лицо, замещающее государственные должности, должно принимать все необходимые меры для соблюдения положения кодекса, а каждый гражданин праве ожидать от указанного лица поведения в отношениях с ним в соответствии с положением данного документа. Также подписан указ о некоторых вопросах противодействия коррупции. Основной же темой совещания стала подготовка к праздничным мероприятиям. Всего ко Дню Победы приурочено около 140 мероприятий, в которых примут участие жители всей республики. 8 мая утром в 10 часов состоится всероссийская акция «Вахта памяти». Вечером в городе Чебоксары состоится митинг-реквием всем миром, всем народом, всей землей. И запланировано проведение практически во всех клубных учреждениях республики праздничных концертов о имя Великой Победы. В этом году Чувашия присоединится к акции «Зеленая волна», которую проводит парламентская ассаблея стран СНГ. Будут посажены 200 саженцев и сеянцев деревьев лесных пород. Министр здравоохранения и социальной политики Алла Самойлова рассказала, что завершается вручение ветеранам памятных медалей, ко Дню Победы и медалей, не покоренные узником коцлагерей. В праздничные дни не лишним будет организация дежурства врачебных бригад. Предполагается дополнительное усиленное медицинское и социальное обслуживание. Для экстренного реагирования будет дежурить две машины скорой помощи в Парке Победы и две машины скорой помощи на Красной площади. Усиленные бригады, врачебно-сестринские бригады будут находиться и на Красной площади, и в Парке Победы. Кроме того, каждый ветеран будет сопровождаться социальным работником и обеспечен необходимой социальной медицинской помощью. На этой неделе начнутся репетиции торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона. В это время будут перекрыты центральные улицы столицы Чувашии. 28 апреля во вторник в 14 часов тренировка торжественного прохождения личного состава, 29 апреля в 10 часов тренировка торжественного прохождения техники, 7 мая в 2 часа генеральная репетиция совместно с личным составом и техникой. Обсуждали на совещании программу доступности дошкольного образования. Она в стадии завершения. Из федерального бюджета республике будет выделено дополнительно более 200 миллионов рублей. В министерстве предлагают потратить эти средства на реконструкцию и ремонт существующих садиков. За время реализации проекта обеспечения доступности дошкольного образования нам удалось ввести дополнительно более 19 тысяч мест и тем самым практически решить вопрос охвата детей старше трех лет. Тем не менее, на начало года, как видите на слайде, очередь накапливается. Вот 50 человек. На сегодняшний день уже более 700 человек. Это дети старше трех лет. После выпуска из детских садов освобождается около 13 тысяч мест. И, соответственно, эти места уже будем выдавать путевки, что позволит ликвидировать очередь старше, практически старше двух лет. Вместе с тем, Михаил Васильевич, вы правильно уже сказали, в этом году заканчивается проект. И мы должны создать еще больше 900 мест в этом году. Сейчас в республике строится 5 садиков. В Урнарах, Красных Читаях и Чебоксарах. Глава Чуваши призвал ведомство пристально следить за строительством детских садов, чтобы не сорвать выполнение государственной программы по обеспечению местами в дошкольных учреждениях всех, кто стоит в очереди.